И отсюда у вас такая реакция на ролик Потому что вы совершенно не ожидали Что я выпущу ролик, который будет другим Чем больше я изучал Тем больше я понимал, что Ни хрена ничего не понятно Как это все поработает Давайте, если кто-то найдет Что это развод, обман Там жесткий, людей кидают То мы разъебем Мне писали люди, что у них есть доказательства Что это обман Когда я задавал вопросы Скиньте Люди пропадали Доброго времени суток С вами Данила Рышкин И сегодня для вас с доказательствами Я разоблачаю инвестиционный фонд Гафаров and Partners И тем самым я также доказываю Что Михаил Пограничник продал свою жопу Ну или является очень тупым человеком Что ж, давайте приступать Ну а начну я свое разоблачение Непосредственно с сайта инвестиционной компании Гафаров и партнеры Этим, кстати, мы сразу и закончим Потому что здесь все очень просто И все факты о том, что это мошенники И никому не нужный инвестиционный фонд Налицо Переходя на сайт Нас встречает замечательная картинка Гафаров and Partners Первый инвестиционный фонд из России Зарабатывающий на беттинге Для тех, кто не в курсе Беттинг это ставки на спорт То бишь данный инвестиционный фонд Является посредником Между букмекером и вами Это также написано на сайте Я ничего не придумываю Вы можете перейти посмотреть Дальше мы заходим в свой личный кабинет Ну точнее регистрируемся Проходим верификацию Это нам необходимо для того, чтобы скачать договор Скачиваем договор на русском языке И что мы видим? Что есть договор доверительного управления Мы видим, что юридическое лицо зарегистрировано От 23 октября 2019 года При этом зарегистрировано оно в Великобритании Тут сразу несложно понять Что таким образом они уходят От российского законодательства В плане доверительного управления Вашими денежными средствами Идем дальше Возвращаемся на сайт И заходим в раздел Результат нашей работы в цифрах Где мы видим, что у них есть результаты Аж с января 2019 года И составляют 46,25% То есть каким-то образом Юридическое лицо, которому вы доверяете Оно было организовано в октябре Но результаты у них есть уже в январе Ну ладно Давайте также посмотрим, когда был создан сайт Мы проверяем его через ХУИС И видим, что непосредственно сайт Был создан 24 сентября 2019 года И будет истекать срок действия сайта В сентябре 2020 года Так что скорее всего именно в сентябре 2020 года Все инвесторы свои денежки-то и потеряют Но не суть Мне, обычному, рядовому зрителю Ютуба Человеку со стороны Уже понятно, что данному инвестиционному фонду Доверять нельзя Ведь если сайт создается в сентябре Юридическое лицо в октябре Ну это логично Сначала создали сайт И потом притянули к нему юридическое лицо То каким боком они имеют Уже прибыль в январе 2019 года То есть получается С января по октябрь Кому люди доверяли свои денежные средства? Какому юридическому лицу они это делали? А ответ простой Никакому Потому что все было создано в сентябре Я имею ввиду сайт В октябре юрлицо В дальнейшем шла активная реклама В инстаграме, на ютубе И только после этого Они стали получать свои денежные средства А то, что мы видим на сайте Это просто красивые картинки Вот и все Ну и прежде чем перейти к Михаилу Пограничнику Хотелось бы отметить Непосредственно свою точку зрения На букмекерские компании И на таких посредников Не именно на фонд Гафарова А вообще на явления таких посредников Смотрите Если вы любите тратить свои деньги Сливать их на ставки То зачем вам такой посредник? Ведь вы просто приходите в букмекерскую компанию А у нас их в стране очень много Есть и достаточно крупные Которые Ну, вы их можете увидеть даже по телевизору На трансляциях на стадионах То есть это компании, которые не обанкротились Которых не закрывают Значит их деятельность юридически чиста и законна Вы можете пойти сами туда Выбрать какой-нибудь футбольный матч Посмотреть на команды Увидеть О, у этой команды коэффициент побед 10 к 2 А у этой 2 к 10 Поставлю-ка я тысячу на тех, кто чаще побеждает И 300 рублей на всякий случай На тех, кто не побеждает И в конечном итоге я точно уйду в ноль Ну, может быть, в небольшой минус А может быть, и выиграю Вот так это должно работать Если вы любите тратить свои денежные средства На ставки на спорт, на букмекер Я сам этого не делаю Я это особо не поддерживаю Потому что для меня это то же самое Что вклад в банк под маленький процент Который не факт, что перекроет инфляцию То есть, скорее всего, вы потеряете свои денежные средства Вы хоть и положите 100 тысяч, а вы видите там 105 Но с учетом инфляции В перерасчете Получается, что деньги обесценились И по факту у вас меньше, чем когда вы положили изначально Потому что покупательская способность у денег снизилась Ну, как бы, тут все просто В данном случае лучше там инвестировать золото Потому что вы точно знаете, что оно будет расти Вы заходите на сайт Центробанка Вы видите динамику роста за последние 5 лет И понимаете, что если вы купите сейчас То через 2 года вы точно получите прибыль Даже с учетом инфляции Налогов, которые вы заплатите за эту прибыль Вы все равно в плюсе Вот такое у меня отношение к букмекерским конторам Но если хотите тратить на это деньги Тратьте Но зачем вам такой посредник? Ведь это то же самое, если вы живете В многоэтажном доме И у вас на нулевом этаже открывается Макдональдс Но вместо того, чтобы самому спуститься вниз Сделать заказ, забрать и подняться Вы заказываете это через Яндекс.Еду Или через Деливери Клаб Платите за это Просто потому, что не спускаетесь вниз Но это идиотизм Так же, как и вот такие посредники Это глупость Их не должно быть Это просто ой Ну и вообще, относительно тех документов Которые я вам показал Это, естественно, мошенники А я мошенников ненавижу Потому что они забирают деньги у глупых людей А глупых людей нужно не обманывать А обучать Вот как я считаю Ну а что ж Теперь к пограничнику Михаил в своем ролике сказал Что он пытался разобраться Что у него не получалось После чего он списался Поехал навстречу Полетел аж в Дубай Чтобы встретиться с создателями С инвесторами С какой-то там семьей Что он решил Что это не наебалово Что все честно Он вложил сам Свои 300 тысяч И занял еще у друга 200 тысяч И вложил, получается, полмиллиона И уже, кстати, получает какую-то прибыль Об этом он говорил В подкасте Исмаил ФББ Джанян Ну, как бы Миша Мне хватило Всего двух часов Чтобы понять Что данный инвестиционный фонд Это пустышка Пройдет вопрос Ты тупой И раньше за тебя это делал другой человек Но по каким-то причинам Вы с этим человеком расстались И поэтому ты не смог проверить Фонд Гафарова Тебе очень легко Залили в уши Всяких там умных слов На перспективу Прибыльность и так далее И ты им поверил Полетел и вложил деньги Или ты не тупой И раньше делал все Один Но тут тебе просто предложили Крупненькую сумму И ты на нее согласился Но хотя получается Что ты тоже тупой Ведь часть Твоей аудитории Большая часть Твоей аудитории Пришла к тебе Именно из-за того Что ты разоблачал Тех С кем сейчас сотрудничаешь Вот и все А то, что ты говорил На подкасте Что тебе уже приходят Выплаты И что ты читал Что людям приходят Выплаты Но, во-первых Тех людей Которым приходят Выплаты Я, например, с ними Не знаком Я их не видел Я с ними не общался Пиво с ними не пил Кофе им не заваривал Относительно тебя Я с тобой тоже не знаком Но, зная ситуацию Зная медиапространство Я прекрасно понимаю Что сколько бы ты не вложил У таких людей Всегда будут деньги Чтобы с тобой расплатиться Они могли даже Не покупать тебе напрямую Просто красиво тебе Рассказать О своей деятельности Чтобы ты вложился Чтобы ты об этом рассказал И они в любом случае Тебе выплатят Ты вложил полмиллиона Значит, ты получишь Два миллиона Или сколько там Калькулятор на сайте есть Можно посчитать У них есть такие деньги Это то же самое Что я на трансляции Сожгу миллионы рублей Я получу большой фидбэк Большое число подписчиков Ну, не получу, конечно Но вот на примере Того же самого Нелюбимого мною Моргенштерна Который сжег Сто тысяч рублей А после этого Получил намного больше Просмотров Подписчиков Которые ему это легко Купили Вот тут то же самое Для них Миш, хватит юлить Ты обосрался Ты продал жопу Может быть даже И не напрямую Ты предал своих подписчиков Ты не подумав И сделал такой шаг Это глупо С 19 апреля Ведешь разоблачение Или с какого-то там сказал С апреля до 19 года Я вообще Разоблачение не веду Но мне хватило Двух часов Чтобы разобраться В ситуации И ты сказал Что были люди Которые говорили Что там действительно Кидают Но когда ты спрашивал Где же доказательства Они исчезали Мне писали люди Что у них есть доказательства Что это обман Когда я задавал вопросы Скиньте Люди пропадали Вот я Я не говорю Что они кидают Но я говорю Что они кинут Я говорю Что это все развалится И то что это Ненадежная финансовая структура И вот мои доказательства В этом видео Миша ответь мне Дорогой зритель Распространи данный видеоролик Пусть Миша посмотрит И ответит Я не призываю Хейтить его Ставить ему дизлайки Пусть он выйдет со мной На диалог Да Я относительно Его аудитории Никто У меня даже Тысячи подписчиков На данный момент нету Но Это не значит Что Нужно игнорировать Здравый смысл В этом и есть Цель моего Этого ролика Этого эмоционального Ролика Ролика Где я запинаюсь Это его цель Донести до вас Что вы всегда должны Анализировать ситуацию Уделять Время На проверку Час Два Часа Пять часов Вы должны понимать Куда вы несете деньги И не верить людям У которых есть Большая аудитория Которая находится В медиапространстве И из-за того Что они почувствовали Деньги Их легко купить Не верить Таким людям Поэтому распространяйте Данный видеоролик И самое главное Не будьте нормальными Будьте рациональными Ну а с вами был Есть и будет Всегда Данила Рыжкин Самый субъективный Бородач Во всем ютубе И на всем интернете Всем спасибо Всем дислайк Субтитры сделал DimaTorzok